Всем привет! Федя Маслов меня зовут. Мы продолжаем серию прогнозов эксклюзивно для сайта LegalBet. Мы уже вовсю в плей-офф. Третий тур плей-офф. Вот-вот начнется жаришка. Жаришка. И мы видим, насколько же все непросто предсказать в этом плей-офф. Сегодня о матче Хорватия-Испания. Пойдет речь, и та, и другая команда вышли из своих групп со второго места. И если второе место Хорватов можно было предсказать, то вот от испанцев, конечно, все ждали четкого первого места в их группе. Но нет, они уступили шведам, набрав пять очков, у Швеции семь. Похожие. Похожие сценарии были и у хорватов, и у испанцев в своих группах. Раззабивались, и победили они только в последнем туре. Хорваты обыграли шотландцев со счетом 3-1. Испанцы оторвались буквально на Словаках, уничтожив их со счетом 5-0. Ну а до этого хорваты проиграли англичанам в первом туре. Потом сыграли свой второй матч в ничью. С чехами, а у испанцев, вот от испанцев, конечно же, ждали большего. Но в первом матче ничья со шведами, во втором матче ничья с поляками. И именно поэтому только второе место. Абсолютно непонятно, как все будет в плей-офф. Я сейчас записываю этот прогноз, зная результаты только первого дня плей-офф. Но вот тот самый матч итальянцев с австрийцами, он дал нам понять, что необычных результатов можно ожидать от этого плей-офф. 0-0 в основное время было у итальянцев с австрийцами. Еще и гол Арнаутовича отмененный. И это несмотря на все коэффициенты, которые говорили в пользу итальянцев. Там даже с форой минус полтора, если их было брать, итальянцы все равно выглядели фаворитами. Именно поэтому здесь по коэффициентам фаворитами выглядят испанцы. Но мне кажется, что игра будет закрытой, игра будет до конца непонятной. Я чуть больше притоплю за хорватов. И именно поэтому, руководствуясь вот той самой непредсказуемостью этого плей-офф. И своими какими-то инстинктами хочу предсказать не победу в основное время, а именно проход. Проход сборной Хорватии в четвертьфинал. Это первая ставка. Ну а вторая, тотал меньше двух с половиной. Кажется мне, что несмотря на обилие голов в последнем туре группового этапа, не побегут команды активно вперед. Не полетят сразу забивать, а сыграют чуть более аккуратно. Мне в целом кажется, что матч закончится 1-1. И хорваты пройдут дополнительное время. Но давайте не будем прям так сильно повышать коэффициенты. Поэтому общий тотал матча меньше двух с половиной. Проход хорватов не в основное время, а по итогам всего матча. Погнали!